Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем новый цикл бесед по посланию к евреям первоверховного апостола Павла. В отличие от других апостольских посланий, послание к евреям не называет в первых стихах автора послания и его адресата. Исходя из этого, были еще в древности споры, кто же написал это послание. Но на самом деле надо понять, что так как Павел, апостол, воспринимался иудеями крайне отрицательно, то в этом был некий смысл скрыть свое имя и просто написать послание. Поэтому традиционная версия предполагает авторство первоверховного апостола Павла и датирует послание 63-64 годом от Рождества Христова. В пользу этой версии говорят слова об освобождении, а также упоминание ученика апостола Павла, Тимофея и италийских братьев. Это послание к евреям 13.23 и 13.24. В 63-м году апостол Павел был освобожден из так называемых первых римских уз и отпущен на свободу. Версия об авторстве Павла придерживался основатель Александрийской богословской школы Пантен. Послание было известно с древности, но главным образом на Востоке. Название «Послание к евреям» впервые употребляет учитель церкви Тертулиан. Послание адресовано к евреям, которые приняли крещение, стали христианами. Это послание предполагает очень хорошее знание Ветхого Завета. Первая глава этого послания, послания к евреям, в этой главе проводится как бы двойное сравнение. Первое. Между евангельским и Ветхозаветным домостроительствами при этом утверждается и доказывается превосходство Евангелия над законом. Об этом с первого по третий стих. Второе сравнение. «Между славой Христа, как Сына Божия, и славою наивысших творений, ангелов, предпочтение вполне справедливо отдается Господу Иисусу Христу и ясно доказывается, что оно принадлежит Ему». Об этом с четвертого по четырнадцатый стих. Итак, с первого по третий стих апостол начинает с общего заявления о превосходстве евангельского домостроительства над Ветхозаветным, доказывая его это превосходство на основании различия путей и методов, коими Бог открывал людям себя. Свои мысли и свою волю в том и в другом оба домостроительства были от Бога, и оба были добрыми, но в том, каким путем они пришли от Бога, в Ветхом Завете и в Новом Завете существует большая разница. И мы читаем с первого по третий стих «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Действительно, Бог действует многократно и многообразно, на что указывает то, что Бог действует многократно. Потому что Бог никогда не останавливается на одном каком-то предупреждении. В Ветхом Завете говорится о том, что Бог предупреждает многократно грешников. Ни один раз, ни два, больше. Многообразно Бог учитывает понятийный аппарат каждого поколения, каждой этнической группы, чтобы с ними беседовать на понятном языке. От этого и происходит многообразие. Бог издревле говорил в пророках, но пророки не всегда были евреи. И в Пятикнижии мы встречаем пророков неевреев и в других частях Священного Писания. И миссия пророков была обращена не только к еврейскому народу, Достаточно вспомнить миссию пророка Ионы, который был послан в Неневию, в город Великий, в котором жили язычники. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отца в пророках, в последние дни сии говорил нам в сыне. Последними днями называются дни последнего мира. Последний мир – это мир, который начался с воплощения Господа Иисуса Христа и продолжается до сих пор. Первый мир – он получает наказание в водах потопа, Второй мир – он сберегается для огня, как мы знаем. Но есть еще мир Нового Завета, который связан с Божественным Боговоплощением, как я уже сказал. «В последние дни сии говорил нам сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держався словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Блаженный Августин, объясняя вот эти слова, через которого, то есть через Христа и веки сотворил, пишет, «Всякая тварь существует не до века, а от века, ибо от нее уже произошли века, а не она от века, так как начало ее было и началом веков, до века же, то есть до времени, существовал один единородный, которым и века сотворены, посему от лица премудрости говорится прежде век основа мя». Это отсылка к книге «Притч», 8 глава, 23 стих. «Так что в ней сотворил все тот, о ком сказано, вся премудростью сотворил еси». Конец цитаты. Вот здесь блаженный Августин доказывает, что Христос, через которого и веки, то есть и время было сотворено, он есть Бог. Ибо тот, кто творит материю, а материя не существует без пространства и времени, тот творит и пространство, и время. И первый стих книги «Бытия» «Вначале сотворил Бог небо и землю, вначале, то есть в Сыне Своем, ибо Бог Отец творит мир словом, и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, а слово «логос» – это и есть Его божественный Сын. Как сказано о Христе в Евангелии от Иоанна, первая глава, и слово стало плотью и обитало с нами, полной благодать и истины. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его», прочитали мы. И чтобы нам лучше понять, как Христос есть именно сияние славы и образ ипостаси Его, давайте вспомним, что написано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 8 по 11 стих. Филипп сказал Ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольна для нас». Иисус сказал Ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня?» Филипп, видевший Меня, видел Отца. «Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не знаешь, что Я в Отце и Отец во Мне?» Слова, которые говорю Я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самим делам». Этот текст не оставляет сомнения, что Христос – именно образ ипостаси Бога Отца. Как человек был создан по образу Бога, как икона Бога, так и Сын в своем воплощении являлся ипостасию образа Бога Отца. «Показывая Отца, раскрывая перед людьми Его намерения, Его характер». Поэтому невозможно понять Бога Отца без образа Его ипостаси, то есть Сына. Поэтому Христос и уточняет, что никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Далее. «Между славой Христа и славой наивысших творений, ангелов, предпочтение вполне справедливо дается Сыну Божию, Господу и Иисусу Христу, и ясно доказывается, что это предпочтение принадлежит Ему». И об этом говорится с 4 по 14 стих, и мы читаем, «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя», то есть имя Сына Божия. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще, я буду Ему отцем, и Он будет мне сыном», так же, когда вводит первородного во Вселенную, говорит, «И да поклонятся Ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано, «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о Сыне престол Твой Божий век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя Божий, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих». Вот здесь и Христос называется Богом, и Его Отец называется Богом, «Посему помазал Тебя Божие» – это обращение ко Христу, «Бог Твой» – это о Боге Отце, елеем радости более соучастников Твоих. Беда достопочтенный пишет истолковый 9 стих «Иисус воистину есть имя Сына непорочной Девы Рожденного и по указанию ангела обозначающая Того, кто есть Спаситель народа Своего от грехов Их. Кто Сам спасает от грехов, также есть Тот, Кто ум и тело, зараженные грехами, от разложения спасет». Христос есть воистину слово достоинства священнического и царского, поскольку и священники, и царственные особы по закону с момента помазания миром елея святого называются помазанниками, то есть христовыми, в указании на Того, кто есть подлинный царь и первосвященник и помазанный елеем радости более соучастников своих, то есть указания на Бога Сына. От такого помазания есть Сам Христос и того же помазания, то есть благодати духовной, причастники зовутся христианами, то есть все мы по благодати царственное священство, ибо мы помазанники, что и означает христиане. «И кто через это елея помазания вечное царствие Отца Своего принести нам удостоит, ибо есть Господь наш Иисус Христос, Который с Отцом и Святым Духом живы пребывает и доцарствует Бог во веки веков. Аминь». Это гамилия на Евангелие беды достопочтенного. И далее мы читаем, «И в начале Ты, Господи, это обращение ко Христу, основал землю, и небеса дело рук Твоих». Профессор Десницкий пишет цитата из Псалма 101, 26 по 28 стих, где Псалмопевец обращается к Богу. Автор послания к евреям понимает ветхозаветный текст, как обращенный ко Христу, тем самым признавая Его, то есть Христа, Творцом мира. И в послании Колоссянам первая глава с 15 по 18 стих так и говорится о Христе, «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы, или господство или начальство или власть или все им и для него создано». Как мы уже говорили сегодня, Бог творит мир своими речениями «и сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог», то есть через Сына. Все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит, и Он есть глава тела церкви, Он начаток первенцев из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». И далее мы читаем, «Они погибнут», то есть все нечестивые рано или поздно они обречены на уничтожение, «а ты пребываешь». И все обвечают как риза, то есть никто не сохранит своего великолепия, все материальные предметы, вещи истлевают от употребления, как сказано в Библии, и как одежду свернешь их и изменятся, то есть когда одежда истлела, она не нужна, ее сворачивают в ком и используют по какому-то другому назначению, ну, например, могут использовать как половую тряпку. «И как одежду свернешь их и изменятся, но ты тот же, или та твоя не кончится? Кому когда из ангелов сказал Бог, «Сиди одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Никому из ангелов это не было сказано. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» То есть ангелы совершают свое служение. Ангелы есть какое-то служение или какое-то поручение от Бога. Итак, Бог-Отец, обращаясь к Сыну, только к Сыну, говорит, «Сиди одеснуя меня». И блаженный Феодорит Кирский пишет, «Никак Богу говорит, «Сиди одеснуя меня», потому что Бог не изменяем, «Ибо как воссесть Богу престол его век века, посему как человек приемлет честь сию, то есть Иисус, а как Бог имеет вечный престол, так как во Христе присутствует истинное божество и истинное человечество, то как Бог по Феодориту Христос и не покидал своего престола, но он взошел на этот престол и воссел одесную Бога Отца как истинный человек, как истинный человек, а в нем и мы воссели одесную Бога Отца, на том настаивает апостол Павел в своих посланиях, потому что он глава, а мы его тело Церковь. Итак, сегодня мы сделали обзор первой главы послания к евреям первого Верховного апостола Павла. Если будем живы и Господь позволит, в следующий раз мы будем делать обзор второй главы этого послания. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. вовремя. Спасибо за субтитры